Друзья, всем привет! И с вами я, Михаил Шилов, автор проектов макевара.ру, будушин.ру, будублог.ру и докторшилов.ком Представьте на секундочку, на одну хотя бы, такую ситуацию. В операционную входит старенький хирург с такими трясущимися руками, а это, предположим, операция по пластической хирургии на лице, или кардиохирургии, или нейрохирургии. И делает операцию из ряда вон плохо. В принципе, он там этапы все делает правильно, ничего не путает. Но операция получается плохо из-за того, что он уже стар, и руки трясутся, и все такое. Но все вокруг аплодируют, там все, хлопают и говорят, когда кто-то из опытных, но более молодых, говорит, ну реально же, ну хреново же сделал-то. Он говорит, да ты че, вообще молодой, заткнись, ты ничего не понимаешь. Вот ты в его возрасте попробуй-ка сделай так же. Вдумайтесь. Там лежит пациент, которому операцию сделали плохо, но ему тоже предложат удовлетвориться, скажут, тебе делал старый хирург. Ну ты пойми, в его возрасте-то это, в общем-то, неплохо. Я очень люблю приводить примеры, связанные с медицинской деятельностью, потому что там не может быть никаких абсолютно компромиссов. Все хотят от доктора получить все сделанное наилучшим способом. И они не хотят, чтобы им вылечили зуб на троечку, на твердую удовлетворительно, чтобы сделали там в онкологии, самолечение провели на четверочку. Нет. Все хочется, чтобы было отлично и было хорошо. А вот тепло. Теперь давайте вернемся к миру боевых искусств. А здесь что мы видим? Идут какие-то показательные выступления, открытие какого-то чемпионата. И выходит старенький дедушка-патриарх направления. И делает ката, блин, просто пипец из ряда вон. Вот просто вообще никак. В прыжке теряет баланс, на поворотах теряет баланс. Где-то он даже что-то забывает элемент. Неправильный ритм ката держит. Но все аплодируют и все. И потом, когда кто-то пытается что-то покритиковать, говорит, ну, это мастер. Во-первых, ты сделал в его возрасте так. Это раз. Второе. Он сколько лет занимается? Ты кому собираешься здесь указывать, как делать ката? Возможно, это авторская интерпретация. Вот так видит. То, что он забыл. Да не забыл он ничего. Он просто настолько глубоко погружен в элементы ката. Там выполнение, что это на уровне динамической какой-то медитации. Он вошел, он прямо к конце поймал. И на выдумывают оправдания и целую кучу, вместо того, чтобы признать. Ну да, дед залажал. И сразу, я понимаю, сам снобизм мой. Сейчас кто-то скажет, вот такое отношение к учителям, оно недопустимо. Каратета, оно и есть такое, чтобы им можно было заниматься всю жизнь. Ребята, любым делом можно заниматься всю жизнь. Это не значит, что всю жизнь ты будешь делать это дело хорошо. Если ты этим занимаешься только для себя, проблем никаких нет. Если ты кого-то обучаешь или хочешь продемонстрировать экстра-класс, то требования к этому совсем иные. И никто не говорит о том, что не надо уважать этих патриархов. Когда-то он заслужил свой почет и уважение. Он останется навсегда сэнсэем, будет учителем, может быть руководителем доззё и школы. Он может прекрасно учить. Но это вовсе не значит, что он прекрасно может что-то демонстрировать. То есть представьте, опять же, на секундочку, тренера по спортивной гимнастике. Например, он может воспитать огромную плеяду чемпионов мира, или даже олимпийских самчемпионов. Но это вовсе не значит, что он все эти элементы может сделать сам. И ни один из его учеников даже, который уважает и любит его, не скажет про него, когда тот болтается на перекладине и не может сделать какой-нибудь элемент, что типа нормально-нормально, о, похлопаем, о, как классно в его возрасте, нам бы так. Понимаете, это не скажет. А знаете ещё почему? Потому что бывают и такие, которые в более зрелом возрасте делают всё замечательно. Я видел мастеров, которые делают в 90 лет великолепный кадр. А есть те, которые нет. Надо понимать, надо давать себе оценку. Я уверен, что тот же самый тренер по спортивной гимнастике, которого я сейчас записал немного раньше, никогда не будет иметь иллюзий, что он там типа мастер. И что он делает так же, как ученики. И те должны ему во всём подражать. Ни в коем случае. Иначе у них просто не будет никаких абсолютно шансов. Снобизм, да. Цинизм, да. Кто-то мне, когда я эту сентенцию, значит, изложил в каком-то месте, сказал, это так можно и отца своего разлюбить. Да нет. Вы не путаете отношение к человеку и отношение к тому, что человек делает. Поймите, если взять пример с тем же самым абстрактом, так отцом, вы можете любить его, ведь должны до самой смерти. Но если, предположим, у него альцгеймер или какой-то маразм, или что-то ещё слабоумие старческое, и он несёт какую-то чушь, то это же вовсе не значит, что вы должны воспринимать её как руководство к действию. Это же очевидно совершенно. Вы так и будете понимать, что да, говорит полную ерунду и глупость. Почему же вы боитесь высказывать такие же точные вещи относительно того, что делают старые патриархи и мастера, когда они делают ерунду, говорят чушь? И совершенно неясно, откуда берётся вот это вот... Мне оно ясно, откуда берётся это чинопочитание, откуда берётся это вот облагоговение. Но это вовсе не значит, что оно должно быть. Не должно. Критичнее надо подходить к вопросу. Я надеюсь, что я этим видеоподкастом дал вам повод задуматься. Я прошу вас отключить эмоции и подойти к вопросу с точки зрения логика и препаратора такого, который он просто взял и вот так вот обнажил эту тему. Тогда вы поймёте, что я абсолютно прав. Любите своих учителей, а почитайте их, уважайте. Уважайте то, какой у них был путь, чего они достигли, что они выучили вас. Но это вовсе не значит, что до последней секунды нужно восхищаться искренне, искренне. Тем, что они делают и отстаивают такое, что вот они там типа великие и недостижимые. Они молодцы, что на своём уровне способны до сих пор вот так вот это делать. Да, но это не достойно никакого восхищения с точки зрения, что их техника идеальна. Понимаете? Вот это важно. Поэтому, если кто-то говорит, что как-то сделано плохо, ну согласитесь, если оно действительно плохо сделано. Другой вопрос, что да, он, а молодец, в таком возрасте сделал. Но критиковать само исполнение можно. Человека может критиковать и нельзя. Но исполнение однозначно можно обсудить и покритиковать и так далее. Это то, что касается вот этих вещей. Ведь если такой мастер выйдет на кумите, вы же не будете восхищаться тем, как ему быстро надают по соплям. Правильно? Хотя будьте восхищаться тем, что он может двигаться в кумите как-то, если ему там сто лет и всё такое. Это да, это вызывает восхищение. Но его мастерством в кумите вы восхищаться не будете. Почему вы восхищаетесь каким-то иллюзорным мастерством в ката? Хатиката – это тоже кумите, только с виртуальным противником. Не будьте недальновидными, не подменяйте понятия, смотрите в корень, как говорил Казьма Прудков. Ну, я думаю, я тему донести сумел. Удачи, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok